Слушающий небо. Эта картина художника Николая Панфельцева обладает какой-то невероятной энергетикой, говорит посетитель выставки и приятельница автора Клавдия Ткач. Современные люди постоянно куда-то спешат, часто не замечая того, что происходит вокруг. Возгляд замыливается. Все кажется привычным и не производит впечатления. Женщина уверена, это неправильно. Современному человеку она намекает, остановись, человек. Смотри саму себя, если не можешь слышать небо, как высветленные святые люди. Когда мы не приходим посмотреть, а задуматься над каждым сюжетом картины, это дает очень многое для человека. На юбилейной выставке Николая Панфельцева представлено 72 работы. Нередко на своих полотнах мастер создает многофигурные композиции. Он часто воскрешает историю мира, России и Самары. Сначала трудно было, потому что я приехал из Орла, ну это запад, там немножко другое. И года два как-то притирался, а сейчас просто это для меня стало родным. И я не могу себе представить в другом месте, потому что Жигули, они неповторимы. Такого места больше не найдете. Перед нами предстают образы атамана Стеньки Разина, усолки Богатырши и других легендарных персонажей. Художник рассказывает, в ранний период своего творчества много занимался графикой, делал афорты. Это древнейшая на самом технике, техника, которая требует виртуозного владения композицией, буквально даже мелкой моторики пальцев. Потому что помимо разработки композиции сложной, еще требуется владение штрихом, владение какими-то вещами тонкими, которые не всем даются. Выставка продлится до 6 февраля. Посмотреть работы можно в зале регионального отделения Союза художников России. Вход свободный. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События. Продолжение следует... Продолжение следует...